Пустые коридоры, в которых нет ни одного ребенка. Школа Читы закрыта на карантин. И хотя в кабинетах находятся только педагоги, обучение продолжается. Несмотря на то, что карантин, мы работаем. Учителя всегда находятся в школе с 9 утра. Каждый день в занятиях с детьми в дистанционной форме дается задание. Вот вы видите, каждый из учителей сидит сейчас за компьютером. Во-вторых, это коррекция рабочих программ, так как теперь из-за двухнедельного карантина придется все рабочие программы корректировать. В период карантина распорядок дня 9-летнего Родиона почти не изменился. Он встает в 8 утра, готовит себе завтрак, а потом садится за уроки. Задали по русскому языку упражнения 264 и 265. По математике мне задали выучить единицы времени. По технологии сделать салфетку из фетра. Мне начали задавать больше, потому что мы в классе не делаем классную работу. Все домашние задания во время карантина ученики получают в электронном виде на сайте сетевой город образования. Эта программа создана для контроля успеваемости и посещаемости школьников. А еще по электронному дневнику учителя могут проверить, кто из учеников и в какое время заходил на сайт, чтобы взять домашнее задание. Организация обучения в каждой школе своя. Например, в 47-й школе Читы дети ежедневно отправляют сделанное домашнее задание педагогам. Когда карантин уже закончится, там уже начнется процесс проверки, выставления оценок и так далее. Конечно, учителя есть учитель. Когда есть живое общение, есть профессионал, там немножко другой процесс усвоения материала. Но дистанционно тоже уместно их использовать. Конечно, за полторы недели процесс обучения немного затормозился, ведь самостоятельно изучать новый материал может далеко не каждый ребенок. По новым темам даются, но по тем темам, которые ребенок в состоянии изучить самостоятельно. И, опять же, система АИС позволяет прикрепить файл учителю и не просто прочитать, например, параграф, а в этом файле можно прикрепить какие-то объяснения, дополнения. А если что-то непонятно, можно позвонить учителю и задать ему вопросы. Надо написать сочинение по высказыванию, что не государственное сочинение, общество держит свое мнение. Тебе нужно начинать с того, что демократия не может никак иначе существовать, только в свободе слова. После того, как все уроки сделаны, можно было бы и отдохнуть. Но кроме обычной школы у современных детей много дополнительных уроков. С 6 февраля в Чите все кружки и секции, в том числе частные, закрыты на карантин. Поэтому обучение автоматически переносится на дом. Алифтин Дармаева, предсодействитель компании «Альтес» Чита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова